здравствуйте я как узнал что здесь будет проходить выставка картин так сразу прибежал надеюсь увидеть здесь что-нибудь вдохновляющее для меня как для поэта это очень важно спасибо проекту поколения м от мтс мы вместе запустили целый цикл передач про искусство и живопись от классического до современного цифрового искусства вот эта картина мне нравится это кажется называется ёжик и крош нет перо и орликин понятно значит они играют театре странно мне они ничего не рассказывали они что не пригласили меня на премьеру как же так очень странно вот ведь как бывает не успеешь глазом моргнуть окрош ёжик уже отыграли премьеру и красят скамейку а про театр вообще не вспоминают вот как случается а ведь это как раз моё любимое направление в живописи импрессионизм когда художник пытается запечатлеть мир в движении изменение пытается уловить мгновение жизни которая постоянно меняется и появляется что-то новое а нам остается только созерцать и запоминать эти впечатления кстати импрессионизм так и переводится с французского впечатления я вот кстати написал впечатлениях свое стихотворение но научиться рисовать я тоже хочу а я возьму и нарисую впечатления от сегодняшнего дня а если вы хотите вместе с нами то берите лист бумаги и акварель самую быструю скрасок также нам потребуется ведерко воды и кисточка ну что садитесь поудобнее и начинаем работа легко наметим графитным карандашом основные части картины картина имеет явный вертикальный формат рассмотрим картину и узнаем что будем рисовать определим расположение персонажей найдем темные и светлые участки пространство картины разделено на части мы видим узорчатый театральный занавес над головами пьеро и ажлекина он ограничивает верхние углы есть еще обобщенное пространство синее пятно заднего плана и розово-фиолетовое переднего главные герои выходят к нам навстречу цвет определим основные цвета это синий фиолетовый красный коричневый рассмотрим картину еще раз и отметим для себя какие предметы какой цвет имеют сначала нарисуем окружение начнем с синего пятна пространства за сценой откуда выходят крош и ежик затем нарисуем пол сцены по которой они идут теперь перейдем к занавесу заметим как синяя темнота причудливо проявляется в складках занавеса это тень или цветок или тень от цветка отметим также и малиновые и фиолетовые оттенки в складках прорисуем персонажей у ёжика и кроша также замечаем розовые и малиновые оттенки сближающие их с цветом переднего плана а 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 прорисуем детали персонажей а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавим ненастоящие тени Акварельная техника очень разнообразна Промачивая бумагу, мы получаем возможность создания мягких переходов Добавим ненастоящие тени 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 Субтитры создавал DimaTorzok Давайте посмотрим, что же у нас получится Ну что, чувствуете его вдохновение? Как оно приходит? Давайте, рисуйте еще, творите! Даже можете написать стихотворение под вашим шедевром А потом обязательно загрузите его на сайт Поколение.мтс.ру И участвуйте в конкурсе Рисуй со смешариками И возможно, именно у вас получится оказаться В гостях у наших любимых героев Ну, у меня, то есть, в том числе Прогуляемся на выставке!